В Зале Славы Музея Великой Отечественной Войны на Поклонной Горе состоялось официальное открытие вторых московских паралимпийских игр. На открытии присутствовали ведущие паралимпийские спортсмены и тренеры, руководители паралимпийских федераций, союзов, чемпионы и призеры олимпийских и паралимпийских игр, ученые и врачи паралимпийских команд, а также руководители мэрии Москвы и депутаты Государственной Думы. Сегодня открылись вторые московские паралимпийские игры. Я думаю, что на этих играх, вернее, эти игры дают толчок для открытия новых талантов, которые в дальнейшем будут развивать наш спорт, которые будут входить в состав сборной команды не только Москвы, сборной России, будут участвовать в паралимпийских играх, не в московских, а в настоящих паралимпийских играх, составить костяк команды российской, которые будут завоевывать медали. И я думаю, что спорт паралимпийский в России поднимается на новый уровень. И благодаря таким играм, как и московские паралимпийские игры, толчок для всей страны, обращать внимание на спортсменов с ограниченными возможностями, давать им дорогу в мир, дорогу в жизнь. Стараясь активно содействовать развитию массового спорта и спорта высших достижений среди москвичей с ограниченными физическими возможностями, правительство Москвы, департамент физической культуры и спорта города Москвы, департамент социальной защиты и паралимпийский комитет города Москвы устраивают московские летние паралимпийские игры уже во второй раз. Мы планируем и надеемся, что получим необычные результаты и сравнение с первой олимпиадой, когда у нас менее половины того, что участвует сегодня, было менее половины вот этих видов спорта. Мы надеемся на то, что в наши будущие большие состязания мирового масштаба пополнится именно сборная, которая будет там выступать в России, пополнится спортсменами из Москвы. У нас сегодня имеется в метрах правительства комитет, который занимается социальными проблемами инвалидов, руководит комитетом Швецова Людмила Ивановна. Поэтому все вопросы, связанные с улучшением социального быта, здоровья и так далее, все находятся под пристальным оком, что называется, правительством Москвы. И мы, в свою очередь, спортсмены-правительницы, тоже показываем хороший пример для инвалидов города. Данные игры, которые будут проходить в течение месяца, включают в себя 16 видов спорта, в которых примут участие свыше 1200 человек.